Новости на телеканале СКАД ТНТ. В студии Надежда Трубачева. Здравствуйте. Дмитрий Азаров провел встречу с руководством регионального Минздрава. Глава региона отметил, что за последние годы в отрасли накопилось немало вопросов, требующих решения. Одна из первостепенных задач – завершить аудит работы всех лечебных учреждений области, а также уточнить статистические данные. Особое внимание также уделили вопросам демографии. Перед сотрудниками Министерства здравоохранения поставлена задача уточнить сведения о количестве процедур по прерыванию беременности, как в государственных, так и частных лечебных учреждениях. Это позволит более предметно вести профилактическую работу, а также разрабатывать комплексные решения по поддержке рождаемости. По мнению Дмитрия Азарова, грамотный и системный подход в этом направлении позволит решить множество проблем. Большое внимание будет уделено и профилактике заболеваний. Уже со следующего года в регионе планируется масштабная диспансеризация населения по месту работы. В Самаре определились с новым тарифом на проезд в общественном транспорте. Он составит 29 рублей. Ожидается, что стоимость увеличится с 1 января следующего года. Также стоит отметить, что последний раз цены на проезд в общественном транспорте в Самаре индексировались несколько лет назад. Самарцев атаковал грипп. Только за прошедшую неделю заболело более 4 тысяч человек в областной столице. Больше почти 9 тысяч. Но паниковать не стоит. Эпидемии нет. В целом, заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает критичных показателей. Вообще, медики рекомендуют чаще мыть руки, особенно после прогулок, больше есть лук, чеснок, отказаться от вредной пищи и по возможности вести здоровый образ жизни. При сильном иммунитете риск заболевания значительно уменьшается. Как постараться уберечь себя от такой ненужной и от такой неприятной простуды? Риск заболеть с приходом холодов только возрастает. Однако, лишний раз пить таблетки хочет не каждый. Альтернативу фармацевтическим пилюлям и порошкам попыталась найти наш корреспондент Мария Левина. В сезон холодов заболеть ОРВИ очень просто. Например, в 4-ю городскую больницу за неделю обращаются более 100 человек. Очень многие заболевают, потому что пренебрегают профилактикой и занимаются самолечением. Основным методом профилактики вирусных инфекций – это у нас вакцинация против гриппа. Это в первую очередь. И при первых признаках болезни мы всегда рекомендуем обратиться к врачу. И при назначении лекарственных препаратов врач отдает право выбора либо лекарственным препаратам, либо препаратам, которые снимают воспаление. Среди них могут быть также и фитотравы, которые имеют и обладают свойствами противовоспалительного эффекта. Один из вариантов, как предупредить болезнь, а не бороться с ее последствиями, употреблять фитотравы в качестве профилактических мер в период с сентября по апрель. Тем более, что в наши дни они доступны в виде чая, аромамасел, добавок. Цитрусовые хвойные, например, наилучшие помощники избежать осложнений при вирусах. Травы общеупотребительные, но, к сожалению, почему-то очень мало использующиеся в качестве профилактики. Это растения адаптогены, во-первых. То есть это растения, например, женьшень, оралия, леутерокок, заманиха, левзея, цифроловидная. Применять их лучше в настойках, в аптечных настойках, потому что основные действующие вещества лучше растворяются в спирте. Летом эти травы можно найти в лесу, однако применять такие настойки рекомендуется утром или в обед, так как они обладают тонизирующими свойствами. А вот знакомую всем солодку и хиноцею можно выпить и перед сном. Самые популярные противовоспалительные травы – липа, душица, чебрец. А вот если вы все-таки заболели, то лучшее сочетание трав – шиповник плюс крапива. К травам я отношусь нормально, но лучше лечиться вместе с таблетками, с каким-то, допустим, полоскать горло ромашкой или еще чем-то. Но одними травами не получится лечение. Не стоит пренебрегать назначениями врачей и рассчитывать лишь на травы. Их действие в комплексе с основным лечением поможет избавиться от недуга быстрее и избежать побочных эффектов. К тому же чаепитие – процесс не только полезный, но и приятный. Мария Левина, Олег Галочкин, СТВ. Учителям обещают среднюю зарплату в районе 30 тысяч рублей в месяц. И это уже в следующем году. Так, с этого февраля надбавочная выплата для классных руководителей увеличилась до 2 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена ежемесячная надбавка – полторы тысячи для учителей среднего и дошкольного образования. Педагогов будут поддерживать финансово и дальше. Согласился сотрудничать, но арестован до суда. Суд избрал меру пресечения для задержанного за взятку налоговика. Украл дорогой гаджет под оком камеры наблюдения. Или хачество во время чистки снега, приведшее к ДТП. Об этом расскажем в обзоре происшествий. Задержанный за взятку сотрудниками УФСБ по Самарской области начальник контрольного отдела региональной налоговой Александр Петров дал признательные показания и выразил согласие сотрудничать со следствием. Напомню, по версии правоохранителей, в мае 2018 года он получил от коммерческой организации через посредников первую часть взятки – полтора миллиона рублей. За то, что сообщил взяткодателю информацию о налоговой проверке в отношении него, что позволило организации уменьшить доначисленные платежи. 26 ноября 2018 года подозреваемый получил второй транш взятки уже под присмотром сотрудников УФСБ – 200 тысяч рублей и куклу под видом 800 тысяч. Задержанный при попытке получения взятки за доставление информации третьим лицам в вас мест на основе. В своих действиях раскаивались, осознаю, что совершил проступок, за которые полностью раскаивались, согласно сотрудничать со следствием. Однако такое поведение не смягчило отношение к нему со стороны следствия. Александра Петрова не оставили под подпиской о невыезде. В четверг, 29 ноября, Самарский районный суд города Самары удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого на два месяца. Соблазнился модной игрушкой. Полицейский разыскивает мужчину, укравшего дорогой смартфон известного бренда из магазина. Это произошло в Тольятти на проспекте Мира. Похититель отвлек продавца разговорами, а потом, спрятав телефон, ушел. Полицейский просит всех, кто располагает информацией об этом любители дорогих гаджетов, сообщить, куда следует. Чистил снег и перевернулся. КамАЗ, проводивший дорожные работы в Борском районе, попал в ДТП. Водитель 1976 года рождения на машине снегоуборщики, несмотря на плохую дорогу, которую сам же чистил и посыпал песком, слишком лихо вошел в поворот на кольце и опрокинулся. Мужчина пострадал, но после оказания помощи фельдшерам скорой помощи от госпитализации отказался. Полиция проводит проверку. Крылья Советов сыграют в гостях с Оренбургом. Тольяттинская Лада проведет дуэль с университетом, а Рамису Терегулову ищет нового соперника для боя по правилам смешанных единоборств. Обо всем по порядку в обзоре наиболее заметных спортивных событий в жизни региона. Крылья Советов готовятся к очередному матчу в чемпионате страны. В эту субботу в гостях Самарский футбольный клуб сыграет с Оренбургом. Хозяева поля – крепкие середнячки турнирной таблицы российской премьер-лиги. Они на восьмой строчке в активе 22 очка. Дела у подопечных Меодрага Божевича обстоят не так хорошо. Все та же зона стыковых матчей. Тринадцатая строчка в активе, куда более скромные 14 очков. Нужно улучшать свое положение. А вот для тольяттинских гандболисток ближайший поединок пройдет только 20 декабря. В гостях наших девушек примет университет при любых раскладах. Лада в этом противостоянии выглядит фаворитом. Волжанке по-прежнему. На первой строчке турнирной таблицы в активе 20 очков. А вот у университета скромные 8. Рамис Терегулов все-таки выступит по правилам смешанных единоборств. В декабре сейчас нашему земляку ищут достойного соперника. Напомню, Волжанин должен был биться с известным спортсменом Константином Глуховым. Но он выбыл из поединка. И теперь Рамису нужен новый оппонент. Напомню, Самарец на данный момент на выигрышной серии. Все три крайних дуэли он окончил досрочно эффектным сабмишином, глухим нокаутом и решением судей. Рамис Терегулов горит желанием вновь войти в клетку. А на этом все. Далее прогноз погоды и дежурный по городу. Интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. А мы с вами прощаемся. До встречи.